Доброго времени суток, дамы и господа! С вами Маракеда, и сегодня Максимушка разрешил мне записать для вас видео и рассказать о всех новинках обновлений 10.2. Новинки будут поделены на несколько групп и ссылки на ключевые новшества будут в описании. Начнем с ПВЕ. Компания Близзард решила перевернуть с ног на голову основные аспекты одевания в 10.2 и имеется много разных изменений. Как всегда у нас будет новая искра, а именно искра снов. С целью ее получения нам потребуется объединить 2 расщепленных искры, а также 250 драконьих камней. Некоторые вещицы делаются изначально с украшениями, а некоторые украшения нужно вставлять вручную в процессе создания, и множество из них было ослаблено. Объемный реворк получил крафтовый пульсирующий плащ и спор, теперь он дает немного универсальности, но его щит дающийся на лоу хп уменьшен вдвое. При создании вещицы стоит помнить о том, что теперь у них не будет сопредельного и левела. Вещицы улучшенные на 4 из 4 будут 489, а крафтовые 486. При старте второго сезона было неприятно видеть гребни аспекта в сумке, теперь они будут в виде валюты. Таким образом мы получим целых 8 свободных слотов в сумке. При создании зачарованного гребня для крафтовых вещей мы все же должны выменить валютные гребни на предмет у торговца. Недельный кап на гребне также остается, но имея 480 и левел, нам конечно же не нужны будут гребни дракона или змей, и тем более гребни дракончика. Поэтому появляется функция обмена гребней низкого ранга на гребне рангом повыше. Для этого потребуется сделать новые достижения, экипировать во все слоты 450, 463, 476 вещицы. Стоит с умом пользоваться гребнями, ведь они будут нужны в большем объеме, так как будут введены новые ранги улучшений, а именно 6 ранг для герой и 4 ранг для легенда. После или во время успешного одевания можно и даже нужно посещать рейд в максимально возможной сложности. Предлас порадует игроков уникальной игрушкой в виде камня возвращения. Лас Босс Ферак является максимально ценным по добыче, ведь с него можно получить супер крутые жесткие мощные тринкеты. Также с Ферака, как и с Аркарета, будет выпадать Омни Токен. Омни Токен это предмет, который можно выменить на любой сетовый предмет у соответствующего торговца. Полностью пройдя героик или получив 2000 рио или 1600 в любом брекете рейтингового пвп, будет заработано достижение мастер третьего сезона Драгон Флайт. Полученное достижение вознаграждает каждого игрока Омни Токеном. Аналогично было и во втором сезоне. 10-2 из-за быстрого введения катализатора в новом рейде Амир Дросил Надежды Сна сразу же будет действовать система получения уменьшенного количества сетовых вещиц. Например, на 20 человек падало 2 сет куска и 2 обычные вещицы, а сейчас будет падать 1 сетового вещица и 3 обычных. Переходим к следующему пункту, а это маунты. Маунтов нас ждет нереально много. Некоторые легкие в своем получении, а некоторые добываются с рейда, как с героической, так и с мифической сложности. Уверена, коллекционеры будут рады получить себе этих маунтов. При прохождении нового квестлайна станет доступен новый дракон для драгонрайдинга, его название «Цветущий чудо-змейчик». Помимо получения нового дракона, можно будет наконец-то изменить внешний вид дракона крыльев пустоты из грота. А если он не был получен с торговой лавки в июле, то он также будет выдан за квестлайн. Тематика обновления «Изумрудный сон». В новой локации будут новые события и новые валюты. Одна из новых валют – предание сна. За нее можно купить разных питомцев и маунтов зеленого оттенка. Маунтом за славу рейдера является кошка, похожая на суромарскую. Убив Ферака хотя бы в героической сложности и получив достижение герой своего времени, каждый игрок получит квест-итем. Наградой при сдаче квест-итема является новый облик для прода дракона в стиле Ферака. Убивая Ферака в мифической сложности, можно будет вылудить ультра-красивую огненную совушку. И если ее получает друид, то у него открывается возможность полной трансформации облика птицы в эту совушку. Следующий пункт – измененные модельки. В обновлении 10.2 для каждого типа брони введены сеты для трансмагрификации с тематикой «Изумрудного сна». На броне видно большое количество листвы и других природных элементов. Близзард всерьез занялись друидами и сделали для них много нововведений. А именно, модель огненного кота от косы Фендрала или от игрушки с него будет в формате HD. Для разных обликов будут разные формы. Следующий пункт – легендарный топор. Собрать легендарный топор могут только три класса, а именно – воин, рыцарь смерти и паладин. Информации о его получении до сих пор крайне мало, но есть предположения о том, что в ходе квестлайна нужно будет создать три предмета от разных профессий – кожевничество, начертание и наложение чар. Предпоследний пункт – это достижения. В обновлении 10.2 будет добавлено самое нужное достижение этого дополнения, а именно – первопроходец драконьих островов, позволяющий летать на обычных паунтах. Для сопределья Нордскола, Пандарии и Расколотых Островов будет добавлен соответствующий кубок с новыми наградами и много новых достижений. Очереди на соло-суматоху для дамагеров периодически слишком долгие, поэтому компания Blizzard повышает мотивацию для хилов и вводит достижения со званием «Боевой целитель». Требуется выиграть 50 раундов при рейтинге 1800 и выше. Получив 1000 очков чести в новой локации, выдается облик плаща и его модель напоминает плащи из Таргаста. В последнем пункте собраны изменения, которые не являются ключевыми, но узнать о них будет заранее полезно. При изменении талантов линии не будут сбрасываться, что позволит удобно переключаться между последними или отвлетленными талантами. Портальная комната Штормграда была расширена в обновлении 10.2 и теперь поддержит еще 10 порталов, на этот раз Blizzard просто открыли двери на второй этаж. Благодаря этому нововведению изменения в комнате портала Альянса не потребуется до версии 20.0, которая должна выйти примерно в 2044 году, когда мы будем отмечать 40-летие Вов. В третьем сезоне, так же как и в первом и во втором, будут красивые чары на наплечнике за 2500 Рио, или убийство Апахального Ласта, или 2400 ПВП. Рецепты для разных профессий из Хранилища Воплощений и Аберия будут выпадать во мир Драсили. Драконьи Полеты получат новые таланты и более гибкие настройки. Потратив 100 тысяч золота, можно будет купить бесконечную урону, эта покупка является выгодной для любителей мифик плюс и рейдов. Морхи в рассвете бесконечности была реворкнута, и ее истинная шляпка на переходной фазе стала в разы больше. Вот и я добрался до микрофона. Было изучено огромное количество статей для того, чтобы создать тот видос, и уверен, видео будет вам полезно. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!